Дорогие друзья, сегодня для библейского портала Экзегет мы записываем почти что в полном объеме 13 главу 1-го послания к коринфянам апостола Павла, главу, которая содержит в себе знаменитый, уникальный, неповторимый, богодухновенный гимн любви. И два слова я скажу еще прежде чтения. Духовные чада святого апостола Павла, жители коринфа, приняв дар Святого Духа, по неопытности величались друг перед другом теми отдельными дарами, проявлениями духовной силы, которые служат предметом обсуждения апостола Павла и рассуждения о них. Дар языков, дар пророчества, чудотворения. И желая указать превосходнейший путь, указать самый великий дар любви, Святой Павел в этой 13 главе показывает ее любви преимущество, превосходство, сравнительно со всеми прочими дарами Духа Святого. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. О какой любви сегодня мы беседуем? Речь идет не о плотской супружеской любви, а речь идет о совокупности всех совершенств. О совершенной любви человека к Богу, любви, которая проявляется во всецелой устремленности, ума и сердца к Творцу, в обращенности к Нему, Господу, наших мыслей, чувств, желаний, души и тела. Речь идет о всецелом посвящении себя Господу и въединении с Ним силы Духа Святого. Итак, по сравнению с этой сродненностью христианина, с воскресшим Спасителем, с опребыванием Христа с нами, Его чадами, все прочие дары меркнут и блекнут. Поэтому и сокровенное знание, ангельские языки, человеческую умудренность, языки человеческие, присутствуя в нас при отсутствии любви, делает нас не больше, чем медью звенящей. То есть мы можем производить впечатление нашей внешней умудренностью на людей, но не на Бога. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставляться, а не имею любви, то я – ничто. Безусловно, никто из последователей Христа не мог бы иметь веру, двигающую горами, без любви. Но апостол Павел сознательно прибегает к этой риторической фигуре, условно разделяя дар веры, пламенный, горячий и зрячий, от дара любви, возвышая последнюю перед первой. Итак, даже самое сокровенное видение, разумение духовных тайн, выражающееся в пророчестве о грядущем, постижение всего и вся, выражающееся в этой могущественной вере, двигающей горами при отсутствии любви, делает нас не чем-то немаловажным, а ничтожеством. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, даже крайние проявления воздержания, аскетизма, жертвенности, поражающие воображение, при отсутствии единения человека с Богом, единение, которое выражается вовне, в милосердии, человеколюбии, снисходительности, тепле нашего сердца в отношении окружающих, не принесет нам никакой пользы. В этих первых трех стихах, 13 главы, мы, как в предисловии, уразумели, что любовь к Богу и к людям – это истинный плод жизни во Христе, Отсутствие дара любви при прочих поразительных дарах Святого Духа немало не приближает нас к Творцу. Начиная с 4 стиха по 8 стих, мы услышим главные признаки любви, которые, содержа в памяти, будем иметь как будто зеркало перед своими глазами. И по этому зеркалу выверять наше собственное устроение, близки ли мы к Богу, достигла ли нас божественная благодать, имеем ли мы истинные плоды нашей веры, не заблуждаемся ли мы, не сбились ли мы с прямого пути, начертанного Евангелием в двух главных заповедях закона – о любви к Богу и к ближнему. Послушаем и кратко поразмышляем об этих свойствах, качествах и признаках истинной и божественной любви. Стих 4. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Итак, дух истинной любви, укоренившийся в сердце подвижника, проявляется не просто в терпении, а долго терпении. Вспомним слова Господа, претерпевший до конца тот спасется. Долго терпение составлено, на мой взгляд, из мужества, которое необходимо нам для преодоления невзгод, искушений, трудностей, бедствий, неотъемлемых от земной жизни этой скорбной юдоли. И благодушие, умение видеть светлую сторону медали, увидеть нравственный смысл всего, что с нами только не приключается, примириться внутренне с скорбями, примириться внутренне со скорбями, сочтя их полезными и необходимыми для нас. Итак, в любви нет капризов, нетерпения, дерганности, нервности. Любовь долго терпит, она настраивает нас на мирный, благодушный лад, уча принимать с открытым забралом всякую жизненную неприятность. Ничто не может и не должно вывести нас из себя. У нас долгосрочная программа достичь берега спасения в духе терпения и долго терпения. Любовь милосердствует, милующее сердце, собственно, и есть цель христианского подвизничества. Христианин, укорененный в любви, обнимает мысленно все страждущее человечество. Он любит, то есть расположен, имеет человеческое участие в отношении всех людей, праведных и грешных, и ваших, и наших. Эта стихия сострадания делает христианину подлинным магнитом, которому увлекутся все без исключения человеческие сердца. Любовь не завидует, не завидует потому, что мы Духом Господним наставляемся радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Мы, видя благодатные дары в окружающих людях, благодарим за них Творца, а не видя этих даров, печалимся, скорбя об унижении, человеческой природы, если человек живет по страстям, если он ожесточен и не раскаян в своих грехах. Любовь не превозносится. Как это важно, дорогие слушатели, для современного человека, привыкшего к сомнительной максиме, человек-то звучит гордо. Сегодня многие делают ставку, образовывая своих детей, на умственное развитие, но знание надмевает, а любовь назидает. Истинно любящий, подобен Васильку, головка соцветия которого наклоняется вниз. Любовь не надмевается, не превозносится, не гордится, не упивается чувством собственной значимости, но по братскому чувству любви мы внутренне объединяем себя с нашими собеседниками. Мы все нужны друг другу и подлинной ценностью почитаем не бесконечно широкий умственно-интеллектуальные горизонты. Это неплохо, а чувство братского единения, единомыслия. Любовь не бесчинствует. Истинная любовь осторожна, хрупка, тонка, деликатна. Она, как говорит и апостол, есть небесная мудрость, сходящая свыше. Как сам Христос льна курящегося не угасил и трости надломленные не преломил, любовь тиха и бережно общается с любимым. Она не разрушает, она не торжествует на чужих костях, любовь не строится на страдании ближних, но она кроткими, тихими стопами подходит к любимому. Она не нарушает личного пространства, как бы мы сказали сегодня, но подобно легкому весеннему дыханию, которое успокаивает, снимает боль, стресс, напряжение. Любовь не ищет своего. Любовь противоположна эгоизму. Любовь не водится низменными интересами собственной выгоды. Любовь отдает, а не приобретает. Она заботится о благе ближнего, уча нас забывать собственное благо. В основе любви подлинная жертвенность. Любовь не раздражается. Чудесное свидетельство апостола Павла, что дух гневливости, вспыльчивости совершенно несовместим с подлинной любовью. И тот, кто имеет в себе Духа Святого, прежде всего поражает собеседников умиротворенностью, спокойствием, примиренностью, глубоким смирением. И это нужно помнить. Любовь не мыслит зла. Любящий человек де-факто по определению не может пригревать в сердце змею злых помыслов, подозрительности, вредоносных намерений, лукавства. Любовь не может в складках плаща скрывать кинжал. Но любовь делает нас подобными детям, которые простодушны, невинны, которые смотрят на мир широко раскрытыми глазами, всем желая блага и добра и пользы. Любовь не радуется неправде. Любовь чужда, зловредность, злорадство. Мы не можем торжествовать, видя ближнего, находящегося в несчастье и в любви нетмстительности. Любовь хотела бы, чтобы Царство Христово, Царство правды, мира распространилось на всю вселенную. Любовь вся радуется истине. Человек любящий нелицемерно торжествует душой, когда видит вокруг себя проявление прекрасного, праведного. Он действительно радуется с радующимися, как мы об этом уже сказали. Любовь все покрывает. Любовь видит светлое начало в человеке, как бы мы сегодня сказали, в любящем нет негатива. Он хочет, чтобы все были мирны и довольны, желает всем блага. Любовь всему хорошему верит. Действительно, любящий, услышав прости, с радостью прощает. Услышав заверение желания исправиться, поддержит это в человеке, принесшем истинное покаяние. Так и Христос, вы помните, до последнего часа, минуты побуждал Иуду, предателя, опамятоваться, исправиться. Господь все необходимое и достаточно соделал, только бы предатель не выбрал погибельного пути, но не нарушил свободы неверного ученика, потому что любовь не насилует. Любовь всего надеется, все переносит. Мы действительно, общаясь испороченными, закосневшими во зле людьми, убеждаем их, если не словом, то собственным примером отстать от беззакония. Ищем всегда светлого, мирного разрешения вопроса. Надеемся на то, что любовь победить, добро восторжествует. Любовь все переносит. И издевательство, и иронию, и насмешку, и непонимание, и отчужденность, и неверие. Любовь, живя в нашем сердце, никогда не попустит нам сломаться морально, опуститься нравственно. Такую внутреннюю силу она дает любящему. И так любовь никогда не перестает, не меняется на свою противоположность, как это бывает в плотских пристрастиях, но она всегда лишь возрастает. Любовь это константа, любовь имеет знак крещенда, она лишь расширяет человеческое сердце, ибо источник любви сам Бог, который вливает все новые и новые потоки благодати в сердце того, кто умеет истинно любить. Итак, пророчества прекратятся, языки умолкнут, знания упразднятся, говорит апостол Павел Коринфянам, которые, как вы помните, превозносились этими дарами Духа Святого. Теперь прибывают сии три. Я с восьмого стиха, оставив с девятого по двенадцатый, приблизился к тринадцатому завершающему гимн любви апостола Павла. Теперь прибывают на земле сии три. Вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Любовь таким образом определяет собой все, является главным критерием, по которому мы можем сказать, что у нас и вера зрячая, горячая, и надежда нелицемерная. Любовь обымает, пронизывает собою две предыдущие добродетели. Истинная вера в распятого и воскресшего Господа Иисуса Христа подобно благоуханному цветку розе, который не может не благоухать. И аромат, исходящий из лепестков розы, это любовь, рожденная верой во Христа бесконечного источника любви. Равны и надежда на спасение, на помощь Божью, обвеселяющая сердце истинного христианина, неразлучность теплотой любви, потому что, имея подобное сокровище в своем сердце, веру, надежду и любовь, мы естественно желаем поделиться этим сокровищем, как учит нас древний грузинский мудрый поэт, что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое. Любовь больше всего и всех, и апостол Павел завершает гимн любви, призывает и Коринфян, и нас всегда пристально вглядываться в собственное сердце, чтобы с Божьей помощью росточек любви, вкорененный в нас таинством крещения, миропомазания, обновленный таинством покаяния, просветленный таинством причащения, чтобы этот росточек любви, это горчичное семя, мы взращивали в великое дерево, в ветвях которого укрывались белые горлицы, это наши мысли, наши чувства, это наши ближние, которыми мы призваны делиться даром любви. горлицы, которые мыслим, что мыслим, что мыслим, Продолжение следует...